С 1 октября в России вступили в силу новые правила пожарной безопасности. Раньше запрещалось курить на балконах и лоджиях при наличии угрозы возгорания. Теперь курить запрещено полностью. Мы решили узнать у прохожих, как они относятся к этому нововведению. Постановлением правительства были внесены поправки в правила противопожарного режима в Российской Федерации. Так, с 1 октября 2019 года запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир. Соответственно, под запрет попадает жарко шашлыков, которые любили увлекаться некоторые жильцы, особенно в летний период. За это нарушителям грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей или даже уголовная ответственность. Однако многие эксперты расценили указанные поправки еще и как запрет курения на балконе в многоквартирном доме. Эту информацию подтверждает Главное управление МЧС Российской Федерации. Однако, как нам пояснили в региональном законодательном собрании, без разъяснительной работы с населением и правильном воспитании подрастающего поколения закон, пусть и принятый, работать не будет. Сейчас не курят в самолетах, не курят в поездах, как правило не курят в поездах, не курят в других небольших общественных пространствах, где так или иначе есть контроль с точки зрения полиции, с точки зрения ответственных лиц. А вот на примере многоквартирных домов и лестничных маршей эти законы, к сожалению, не работают. То же самое, уверен, практически будет на сегодняшний день и с законом, который запрещает, в кавычках, курить на балконах. Общественность разделилась в основном на два лагеря. Одни ульяновцы против всеобщих запретов и считают, что новый закон – это ограничение личной свободы взрослого человека. С 1 октября запретили курить не только в общественных местах, но и на балконах. Вот как вот к этому относятся курильщики? Отрицательно. Я к всему отношусь отрицательно. Человек хочет – курит, хочет – пьет, лишь бы он других не трогал. А тут получается, что нас только трогают, а мы вот ходим – никого не трогаем. Правильно, что все больше запрещают. С одной стороны, это глупость. Другие считают, что курение – это пагубная привычка, поэтому здоровье нации нужно сберечь любыми путями, в том числе и введением запретов. 1 октября запретили курить курильщикам на балконах. Как вы к этому относитесь? Я правильник выясняю, потому что у меня был случай у знакомых, сгорела квартира. Был открыт балкон, они на работе были. Видимо, сверху этажа упал, а курок других вариантов о том, что выгорела квартира, не было. Вообще запрещать надо. Ни на балконах, ни на квартирах, нигде. А почему? А зачем это нужно? Здоровье только вывлечь. Есть и такие, которые считают, что этот вопрос их никак не касается. Главный аргумент – они не курят, а значит, и проблемы нет. Вы курите? Нет. Запретили курить с 1 октября 2012 года на балконах. Как вы к этому относитесь? Не знаю, я не курю, поэтому все равно. А как вы относитесь к тому, что с 1 октября запретили курить курильщикам на балконах? Мне вообще без разницы. Я не курю. И другим не советую. Меры противопожарной безопасности будут еще дорабатываться, так же, как и меры по борьбе с курильщиками. Стоит также дождаться судебной практики по этому вопросу. Отметим также, что первый прецедент есть. В начале октября был зафиксирован случай нарушения закона о запрете курения на балконе в Ставропольском крае. Мужчина отделался штрафом. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.